Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня во вторник за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 12 по 16. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время оно, бе Иисус воедином от городов, И сем ушей сполни прокажения, И, видев Иисуса под низ, молясь ему глаголя, Господи, аще хочешь и можешь имя очистить? И, простир руку коснусь, и горек, хочу очиститься. И обе проказа отыди от него, И той заповеды ему никому же поведать. Но шед покажися Иереове, и принеси о очищении Твоем, Яко же повелем Иесей, во свидетельство им. Прохождаши же паче слово о нем, И схождахусь народе мнозе, Слышите и целитесь от него, от недуг своих, Той же бе, отходя в пустыню и моляся. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Когда Иисус был в одном городе, Пришел человек весь в проказе, И, увидев Иисуса полниц, умоляя его и говоря, Господи, если хочешь, можешь меня очистить?» Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, «Хочу очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, А пойти показаться священнику И принести жертву за очищение свое, Как повелел Моисей, во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, И великое множество народа стекалось к нему слушать И врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В древности проказа была самой тяжелой болезнью. Наверное, нет смысла описывать физиологическое состояние больных проказой. Оно было ужасным. Но все это усугублялось тем, Что, по словам древнего историка Иосифа Флавия, С прокаженными обращались так, Как будто они были уже совсем мертвыми. Как только устанавливали, что человек заболел проказой, Его окончательно изгоняли из человеческого общества. Книга Левит дает такое установление. Во все дни, доколе на нем язва, Он должен быть нечист. Нечист он. Он должен жить отдельно, Вне стана, жилища его. Прокаженный должен был ходить в рваной одежде, Со вслоченной непокрытой головой, Закрытой тканью до губ, И кричать «Нечист». В эпоху Иисуса Христа, Прокаженным в Палестине, Был запрещен вход в Иерусалим И во все города, имевшие стены. Не было другой такой болезни, Которая бы настолько изолировала человека От его собратьев. И вот такого человека исцеляет Господь. Святитель Иоанн Златоуст пишет «Великое благоразумие и вера пришедшего». Он не прервал учения, Не старался протесниться сквозь собрания, Но дожидался удобного времени. И не просто, Но с великой горячностью просит Христа, Просит с искреннею верою, «Если хочешь, Можешь меня очистить». Не сказал «Господи, очисти!» Но все припоручает Ему, Его воли предоставляет исцеление И свидетельствует о Его высочайшей власти. Мы видим, дорогие братья и сестры, Как прокаженный подходит ко Христу С величайшим доверием. Он не сомневался в том, Что если Иисус захочет, Он может очистить его. Ни один прокаженный не подошел бы Тогда-нибудь к ортодоксальному книжнику Или фарисею. Он хорошо знал, Что Его прогонят, побив камнями. Но Господь расположил Его сердце к себе, Показывая и нам с вами, Что никто не должен чувствовать себя Слишком нечистым, Чтобы подойти ко Христу. Мы также можем поучиться У прокаженного смирению. Он не требовал исцеления. Он лишь сказал, «Господи, если хочешь, Можешь меня очистить». В этих словах раскрывается Его смиренное сердце, Которое, сознавая свою нужду, Обращается ко Христу. И вот такое обращение прокаженного Снискало благоволение Спасителя. Во-первых, и прежде всего, Христос проявил сострадание. Закон требовал, чтобы любой человек Избегал прикосновения к прокаженному, Потому что это угрожало Ужасным осквернением. Но Господь не только Подпускает к себе прокаженного Ближе, чем на два метра, Но и простирает к нему свою руку И касается его. Блаженный Феофилакт Замечает, Господь прикасается к нему Не без причины. Но поскольку по закону Прикасающийся к прокаженному Считался нечистым, То желая показать, Что он не имеет нужды Соблюдать подобные мелкие Предписания закона, Но сам есть Господь закона, И что чистый Нисколько не оскверняется От кажущегося нечистым, Но что проказа душевная Именно она оскверняет. Для сей цели прикасается, А вместе и для того, Чтобы показать, Что святая плоть его Имеет божественную силу Очищать и животворить, Как истинная плоть Бога Слова. Господь своими словами Хочу, очистись, И прикосновением Исцеляет прокаженного. После этого Христос Отправляет очищенного К священнику Для принесения жертвы За очищение, Как было установлено В законе Моисея, Повелевая, Никому не сказывать О случившемся. Этим самым Господь научает И каждого из нас Не искать похвалы От тех, Кому благотворим, Ведь в стремлении Помогать ближнему Существует Только один закон Закон любви. Сегодняшнее Евангельское чтение, Дорогие братья и сестры, Научает нас Даже в самых Трудных жизненных Ситуациях Не отчаиваться, Но с доверием К Богу И смиренным сердцем Просить чудесного Участия Его В нашей жизни. Ведь чудо Не может совершиться Само по себе. Оно есть Соединение усилия Воли человека, Преисполненного веры, С беспредельной Благодатью Божией. Помогай нам В этом Господь.